Привет всем любителям электронных барабанов. Меня зовут Максим. Смотрите очередной выпуск на канале ReconRoll Dragon. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать электронный ковбелл в пределах его из акустического. В конструкции барабанных пэдов не предусмотрено наличие полноценного ковбелла. У Роланда есть пэд, который предлагается использовать в качестве ковбелла, но он совсем не похож на ковбелл. К тому же он подключается в моноканале. Я же предлагаю сделать стерео пэд, у которого будет две зоны и можно назначить разные звуки. Давайте я расскажу о том, как сделать и что для этого понадобится. Поехали! Это видео будет интересным тем, кто хочет расширить свою электронную барабанную установку дополнительными пэдами. В данном случае ковбеллом. Поможет сэкономить деньги от покупки фирменных пэдов. Также по аналогии можно сделать и другие пэды. Томы или бонги. Сейчас я буду рассказывать, как делать вот этот замечательный электронный ковбелл, отличимый от заводского. И буду рассказывать и выводить в эту часть экрана картинки и фотографии о том, как я делал первую самую модификацию пэда. Сейчас она немножко изменилась. Я наклеил другой рукоизолирующий материал. И покажу, расскажу. Будет интересно, спрашивайте в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас буду рассказывать. Этот акустический ковбелл я купил еще, когда у меня была тренировочная ударная установка ПИС. Этот самый обычный ковбелл Дадди я купил рублей за 300-400. Просто повесил его на стойку райда. Он у меня висел, как украшение, так сказать. Ну и просто дополнительное место, куда можно было бы ударить. Вот, я его повесил на самодельный крепеж. Кстати, если интересно, я расскажу в одном из выпусков, как сделать подобные крепежи. Потом у меня появилась электронная уже барабанная установка Roland TD-17 KVX. И актуальность в обычном ковбелле отпала, потому что электронная барабанная установка, так сказать, подстегивает что-то сделать интересное. И я решил, посмотрев видео на ютюбе, можете найти на одном немецком канале. По аналогии я решил сам сделать ковбелл, но не в моно варианте, как и где предлагается. Я сделал двухзонный пэд ковбелла и можно ставить разные звуки, например, на эту зону и на центральную. Итак, чтобы переделать ковбелл в электронный, нам понадобится сам ковбелл, наждачная бумага, обезжириватель, спирт или ацетон, ножик, изолента, клей, резина-поролон, паяльные принадлежности, рекомендую, так называемую, третью руку, очень пригодится при пайке разъемов, изолента, штекеры 6.3, стерео, джеки, гнездо под 6.3 разъем, паяльник, канифоль, флюс канифольный точнее, мне он очень нравится, рекомендую LTE-120 с кисточкой, баночка, пьезоэлементы, два пьезоэлемента, диаметром где-то 1,4 см, с другой 2 см, я их купил в радиомагазине, ссылка будет в описании, олово, припой, линейка, соответственно, а еще нам понадобится дрель с большим патроном под 11 сверло, либо сверлильный станок, керн, молоток, три сверла 3 мм, 7-8 и под размер гнезда, чтобы вставить в ковбелл, это 11 с половиной сверло. Так вот сейчас начну выводить картинки и вы увидите весь процесс изготовления. Сначала мы зачищаем поверхность верхнего ковбела для того, чтобы в дальнейшем приклеить резину, но у меня это такой пористый и мягкий материал. Вот зачищаем шкуркой поверхность и обезжириваем ацетоном. Далее мы сверлим сначала маленькими сверлами, потом 11 с половиной сверлом отверстия под гнездо 6,3 см. Берем гнездо. Сначала я испытал датчики, приклеил их к пластиковой панельке и припаял к джеку. Жеку два из элемента и подключил к модулю. Поставил разные звуки, точнее звуки пэдов. Выбрал пэд. На вход у меня райт, но можно поставить и томы. А данный ковбелл у меня настроен как том пэда PDX8, но звуки назначены от ковбелла. Но все настройки датчиков стоят от PDX8. Работает, срабатывает, все нормально. Далее мы паяем по этой схеме. Она также будет выведена в более крупном размере. Они припаиваются в определенной схеме. Два провода с красный и черный двух датчиков запаиваются на землю. И красный и черный идут в правый и левый канал. Это определенная схема. Вы увидите и поймете как запаиваться. Рекомендую третью руку, так называемую помощницу для пайки. Можно легко зажать стейкер или любую деталь. И припаиваться спокойно двумя руками. В правой руке держать паяльник. Далее на фото, вот вы видите, я припаиваю провод. А, да, забыл совсем. Самое главное. Нам еще нужен будет провод, стерео кабель. Мне очень нравятся Rockstone. Я их тоже купил в музыкальном магазине. Ссылка тоже будет в описании. Опять же, это все московские магазины. В вашем регионе могут быть и другие. Вот кабель нам нужен для того, чтобы подключить наш Cowbell к модулю. Да, у меня в модуле есть свободное, одно свободное гнездо, куда я его подключил. Также можно расширить электронную установку и подключить более пэдов, чем позволяет количество разъемов. Об этом я тоже сниму видео. Нужен специальный паять, специальный переходник. Все делается легко и все работает замечательно. На следующем фото я паяю удлинитель, соединительный кабель. Далее вставляю два пезоэлемента в Cowbell и вытаскиваю их с обратной стороны. Пезоэлементы я клеил на двухсторонний скотч к верхней стенке Cowbell. Сначала я изнутри проклеил резиной, либо с мотлеющейся пористым материалом, с шумоизоляцией. Было много вариантов сначала. Сейчас я на фото буду показывать. Внутри сначала попробовал тряпками взбивать для лукоизоляции, потом пробовал специально такой шумоизоляцией пористой такой, мягкой. Но она очень мне не понравилась, она во-первых очень тяжелая, добавляет очень много веса к Cowbell. И когда по нему бьешь, он просто очень резонанс большой, парами идет. Потом я пробовал поролон, тоже с шумоизоляцией и с поролоном тонким. Мне тоже не очень понравилось. В итоге я остановился на обычном поролоне, но здесь у меня такой акустический. Я вырезал под размер таким конусом две детали и сделал вырез под джек, чтобы провода не заминались. Вот две детали вот так вот сложил. Тут вот ячейки, они на воду вошли и вставил в Cowbell вовнутрь. Верхний вот этот пористый пеноматериал можно клеить либо на обычный момент. Но я клеил на спрей клей, тоже он по типу момента, но более жидкий. Чтобы у меня как-то была возможность, я его на работе приклеил им. На видео в интернете вот эту вот ударную часть показывают, они клеят обод резиной от барабана. У меня такого нет обода, я наклеил вот такую полоску самоклеющуюся, тоже пенный такой материал. Мягкий шумоизолирующий либо уплотняющий уплотнитель такой. И очень хорошо выполняется функцию, палочка не бьется ничего и амортизирует удар очень хорошо. И сначала у меня вообще была простая резина тонкая двухмиллиметровая, вот тут вот есть на фото. Но она очень жесткая, как бы амортизации не было и звук очень сильный был от Cowbell. Несмотря на то, что он заглушен, все равно как бы металл, звук металла слышался. Сейчас он изолирован и, послушайте, очень хорошо амортизируется. Если сильнее так ударить, то слышим металл. Вот, и вот эту часть переднюю я закрыл таким овальным тоже шумоизоляцией. И получился такой Cowbell. Как я уже говорил, этот Cowbell я провечил на самодельный шипеж, который я прикрепил на раму, чем не отличается от фирменного магазинного. Он крепится на любую раму, на любой диаметр. В данном случае сороковая труба. Но можно и на меньшей тоже прикрепить. На трясатую или какая там рама стандартная, как у барабанов не знаю. На любую стойку, на стойку хета можно прикрепить. Также на стойку крэша, очень удобный крепеж. Сниму видео, как его сделать. Так, давайте испытаем наш Cowbell. Послушаем, как он звучит. Я сыграю со вступления, двух композиций группы Nazaret и группы Guns and Thrones. Давайте поиграем. Ну что, любители классического рока электронных барабанов. Настало время послушать электронный Cowbell. Как я говорил, на него можно назначить абсолютно любые звуки. Как классический Cowbell Woodblock, Shaker и другие звуки. Сейчас я послал классический звук Cowbell. Предлагаю его послушать, как он будет звучать. Я сыграю сначала так называемый Two-Bit. Потом сыграю две композиции. Точнее два вступления из композиции группы Nazaret. Hair of the Dog, собачья шерсть. И группы Guns and Roses. Композиция Night Rain, ночной пояс. В этих обоих композициях присутствует основной бит на Cowbell, который очень хорошо будет слышен. В том числе и на электронном. Давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я сыграю хорошо узнаваемое вступление песни Hair of the Dog, собачья шерсть группы Nazaret. Оно длится 4 такта. Я сыграю 8 тактов два раза по кругу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я сыграю не менее известное вступление из песни Night Rain, ночной пояс группы Guns Roses, где Ковбел также ведет основную партию. Сыграть я его буду в более медленном темпе, так как не могу сыграть более быстрым, оригинальным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы наконец и услышали этот замечательный электронный ковбел. Он прекрасно звучит в этих двух композициях, где ведет основную партию песен. Мне будет очень приятно, если этот выпуск вас заинтересовал и вы сделали себе электронные ковбелы, либо другие пэды. Если будут вопросы, спрашивайте в комментариях, либо пишите в инстаграм, либо на почту. Будут вопросы, отвечу всем, помогу, подскажу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих видео. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok